34-й областной смотр самодеятельного народного творчества продолжает шагать по территории нашего необъятного региона. В нем принимают участие хоровые коллективы, вокальные и народные ансамбли, отдельные исполнители на музыкальных инструментах, танцевальные коллективы, чтецы и это только малая доля талантов, что приняли участие в празднике. Наши корреспонденты оценили творческие умения участников. Пение, игра на музыкальных инструментах, танцевальные номера, художественное чтение. Члены жюри отмечают, выбрать самого талантливого невозможно. Кажется, что все достойны. 34-й областной смотр самодеятельного народного творчества прошел в Кустанайском районе. Посвящен творческий праздник 30-летию независимости Казахстана. Ну, я думаю, что все номера были яркими, интересными. Артисты старались, получили колоссальное удовольствие от своего выступления. И сейчас трепетно ждут оценок компетентного жюри. Со сцены прозвучало 15 музыкальных номеров различных жанров. Оркестры, вокально-инструментальные и домбровые ансамбли. Покорил членов жюри коллектив, что играл на казахских народных инструментах. Кажется, что на мгновение зрительный зал задержал дыхание от изумления. Не оставило всех присутствующих равнодушным и цирковое выступление двух гимнасток. Воздушная гимнастика – это не просто красиво, отметили зрители. Это какое-то невероятное волшебство. Артисты словно опарят в воздухе, нарушая всевозможные законы физики. Порадовала членов жюри своими талантами «Сыркольская земля». Здесь также прошел 34-й областной смотр самодеятельного народного творчества. По словам директора молодежного ресурсного центра Сыркольского района Юлия Дандыбаева, талантливой молодежи в районе очень много и хочется раскрыть каждого. Много активистов, много талантливых ребят. В свою очередь хочется пожелать им таланта, успеха, удачи. И, конечно же, поздравить всех казахстанцев с 30-летием независимости Республики Казахстан. У нас, получается, есть и матерые профессионалы, которые работают уже не один год на сцене. Ну и, конечно же, что больше всего радует, у нас прибывает и прибывает активные молодежи. Поэтому очень много талантливых, перспективных ребят, которые сегодня также впервые выйдут на сцену. Чарующий звук дамбры порадовал слух всех присутствующих. Услышав композицию дамбрового оркестра, понимая, что этот музыкальный инструмент по праву является национальным сокровищем Казахстана. Такой смотр проходит ежегодно. Однако в прошлом году из-за карантинных ограничений устроить творческий праздник не удалось. К счастью, после года перерыва желающих проверить свои возможности не убавилось, а наоборот стало больше. За год у матерых артистов, а также любителей, накопилось много материала, который они с нетерпением представили на суд жюри.